Дорогие друзья, доброго времени суток! С вами Александр и Ирина. И мы продолжаем наш библейский марафон 20-24. Мы читаем русскую каноническую синодальную Библию. И сегодня мы продолжим читать книгу Неемии. И мы уже в 10 главе. Приложившие печати были Неемия, Тершафа, сын Гахалии, Исидекия, Сирая, Азария, Иеремия, Пашхур, Амария, Малхия, Хатуш, Шивания, Малух, Харим, Меримов, Авадия, Даниил, Гинеофон, Варух, Мишулан, Абия, Мьямин, Мазия, Вилгай, Шумая. Это священники. Левиты. Иисус, сын Азании, Бейнуй, из сыновей Хинадада, Кадмиил и братья их. Шивания, Годия, Клита, Филая, Ханан, Миха, Рехов, Хашавия, Закур, Шеревия, Шивания, Годия, Вани, Виняной. Главы народа. Парош, Палав, Маав, Елан, Зафу, Ваня, Вунни, Асгад, Бивай, Адония, Бигвай, Адиин, Атер, Эзекия, Азур, Годия, Хашум, Бецай, Хариф, Анафоф, Невай, Макпиаш, Мишулан, Хизир, Мишезавел, Садок, Иадуй, Филатия, Ханан, Анайя, Осия, Хананья, Хашув, Лахеш, Пилха, Шавек, Рихум, Хашавна, Моосея, Ахия, Ханан, Анан, Малух, Харим, Ваана, и прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи, и все отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием, поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы его, и предписания его, и не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочери не брать за сыновей своих. И когда иноземные народы будут привозить товары, и все продажное в субботу, не брать у них в субботу, и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода. И поставили мы себе в закон давать от себя по трети сикеля в год на потребности для Дома Бога нашего, на хлебоприложения, на всегдашнее хлебное приношение, и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячи, на праздники, на священные вещи и на жертвы, за грех для очищения Израиля, и на все совершаемое в Доме Бога нашего. И бросили мы жребий о доставке дров священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена из рода в род привозить их к Дому Бога нашего, чтобы они горели на жертвеннике Господа Бога нашего по написанному в законе. И обязались мы каждый год приносить в Дом Господень начатки с земли нашей и начатки всяких плодов от всякого дерева. Также приводить в Дом Бога нашего к священникам, служащим в Доме Бога нашего, первенцев и сыновей наших и скота нашего, как написано в законе, и первородные от крупного и мелкого скота нашего, и начатки из молотого хлеба нашего, и приношений наших и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при Доме Бога нашего и десятину с земли нашей левитам. Они левитой будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник сына Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в Дом Бога нашего в комнаты, отделенные для кладовой. Потому что в эти комнаты как сыны Израилевы, так и левиты должны доставлять приносимое в дар хлеб, вино и масло. Там священные сосуды и служащие священники, и привратники, и певцы, и мы не оставим Дома Бога нашего. Глава 11. «Жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребий, чтобы одна из десяти частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а девять оставались в прочих городах. И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. Вот главы страны, которые жили в Иерусалиме, а в городах Иудеи жили всякие в своем владении по городам своим. Израильтяне – священники, левиты и нефинеи, и сыновья рабов Соломоновых. И в Иерусалиме жили из сыновей Иуды и из сыновей Вениамина, из сыновей Иуды Афаи, сын Узи, сын Захарии, сын Амарии, сын Сафати, сын Малилейла, и сыновей Фареса, и Маосеи, сын Варуха, сын Халхазеи, сын Ахазаи, сын Адаии, сын Иаиарива, сын Захарии, сын Шелония. Всех сыновей Фареса, живших в Иерусалиме, 468, люди отличные. И вот сыновья Вениамина, Салу, сын Мишолама, сын Иои, Иаеда, сын Федаи, сын Калаи, сын Маосеи, сын Ифиила, сын Исаи, и за ним Габай, Салай, 928. Иаиль, сын Зихри, был начальником над ними, а Иуда, сын Синуи, был вторым над городом. И священником Иедая, сын Иаарива, Иахин, Сирая, сын Хелкиен, сын Мишолама, сын Садока, сын Мариофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божьем. И братья их, отправлявшие службу в Доме Божьем, 822. И Адая, сын Иарахама, сын Филалии, сын Амция, сын Захарии, сын Пашхура, сын Малхий. И братья его, главы поколений, 242. И Амашсай, сын Азиариила, сын Ахазия, сын Мишелимофа, сын Имера. И братья его, люди отличные, 128. Начальником над ними был Завдиил, сын Гигедалима. А из Левитов, Шимая, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашави, сын Вуния. И Шафая, Шафая и Эзавад, из глав Левитов, по внешним делам Дома Божьего. И Матфания, сын Михи, сын Завдия, сын Асафа, главный начинатель словословия, при молитве. И Багбукия, который по нем, из братьев его, и Авда, сын Шамуя, сын Галала, сын Идифуна. Всех Левитов, о святом городе, 280 человек, И о привратнике, о Куф, Талмон и братья их, содержащие стражу у ворот, 172. Прочие израильтяне, священники, левиты, жили по всем городам Иудеи, каждый в своем уделе. А нефинеи жили в Афеле, над нефинеями, Циха и Гишфа. Начальником над левитами в Иерусалиме был Узи, сын Вания, Шенхашави, сын Матфани, сын Михи и сыновей Асафовы, которые были певцами при служении в Доме Божьем. Потому что от царя было о них особое повеление, и назначено было на каждый день для певцов определенное содержание. И Петахия, сын Мишизавела, и сыновей Изары, сына Иуды, был доверенным от царя по всяким делам, касающимся до народа. Из живших же в селах, на полях своих сыновья Иуды, жили в Кириафарбе, и зависящих от нее городах, в Дивоне, и зависящих от нее городах, и Евкавциле, и селах его, и Шуя, и Маладе, и в Бевпалете, в Хацаршуале, в Версавии, в зависящих от нее городах, в Секелаге, в Мехоне, и в зависящих от нее городах, в Енаримоне, в Цоре, и в Иаармуфе, в Занаахе, Адаламе, и селах их, и Лахисе, и на полях его, в Азеке, и зависящих от нее городах. Они расположились от Версавии и до долины Яномовой, сыновья Вениаминовы, начиная от Гевы, в Мехмасе, Гае и Вифиле, и зависящих от него городах, в Анафофе, Нове, Анании, Гацоре, Герами, Гефаими, Хадиди, Тиваими, Невалати, Лоди, Оно, и в долине Хорошими. И левиты имели жилища свои в участках Иуды и Вениамина. Глава 12. Вот священники и левиты, которые пришли с Зарвавелем сыном Салафииловым и Иисусом, Сирая, Иеремия, Ездра, Амария, Малух, Хатуш, Шихания, Ирихум, Меремов, Ида, Гениофай, Абия, Миямин, Маадия, Вилга, Шимая, Иориф, Иедая, Салу, Амок, Хелке, Иедая. Это главы священников и братья их в одни Иисуса. А левиты, Иисус, Беной, Кадмиил, Шеревия, Иуда, Матвания, главный при словословии он и братья его. И Багбукия и Уни, братья их наряду с ними державшие стражу. Иисус родил и Акима, и Аким родил Иляшива, Иляшив родил Иоиаду, Иоиада родил Иоаннафана, Иоаннафан родил Иадуя. Во дни Иакима были священники главопоколений из дома Сираи, Мирая, из дома Иеремии и Ханания, из дома Ездра и Мишулан, из дома Амари и Яханан, из дома Мелиху и Иоаннафан, из дома Шивани и Иосиф, из дома Харима Адна, из дома Мириаофа, Халкия, из дома Ида Захария, из дома Гениофона Мишулан, из дома Ави Зихри, из дома Миньямина, из дома Маади Пилтай, из дома Вилги Шамуй, из дома Шимаи и Янафан, из дома Иерарива Мафнай, из дома Иедаи Узи, из дома Салая Калай, из дома Амока Ивер, из дома Хелки Хашавия, из дома Иедаи Нафанаил. Левиты главы поколений внесены в запись во дни Елеашива, Иоады, Иоиады, Иоаханана и Иадуя, и также священники в царстве Дария Персидского. Сыновья левиты главы поколений вписаны в летописи до дней Иоаханана, сына Елеашивова. Глава левитов Хашавия, Шеревия и Иисус, сын Кадмиила, и братья их. При них поставлены для словословия при благодарениях по установлению Давида, Человека Божия, смена за смену. Натфания, Бакбуки, Авадия, Мишулан, Толеон, Акуф, стражи-привратники на страже у порогов ворот. Они были во дни и Акима, сына Иисусова, сына Иисидекова, во дни областеначальника Неемии и книжника Ездры, священника. При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтырей и гуслей. И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и сел Нитафавских, избив Гагелгала и из полей Гевы и Азмавета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима и очистили священники и левиты и очистили народ и ворота и стену. Тогда я повелел начальствующим в Иудее на стену и поставил два большие хора для шествия и один из них шел по правой стороне стены к навозным воротам, за ним шел Гошая и половина начальствующих иудеев Азария Ездра и Мишулан Иуда и Вениамин и Шамая и Иеремия а из сыновей священнических с трубами Захария сын Иоаннафана сын Шамая сын Матвании сын Михея сын Закура сын Асафа и братья его Шамая Азариил Милалай Гилалай Маай Нафанаил Иуда и Хананий с музыкальными орудиями Давида Человека Божия и книжник Ездра впереди их Подле ворот источника против них они взошли по ступеням города Давидова по лестнице ведущей на стену сверх дома Давидова до водяных ворот к востоку Другой хор шел носу против их и за ним я и половина народа по стене от печной башни и до широкой стены и от ворот Ефремовых мимо старых ворот и ворот рыбных и башни Хаванела и башни Мея ковечим воротам и остановились у ворот темничных потом оба хора стали у дома Божия и я и половина начальствующих со мною и священники Елиаким Моосея Мениамин Михей Елианай Захария Ханания с трубами а Моосея и Шимая и Елизер и Узи и Ханан и Малхия и Елам и Езер и пели певцы громко главным у них был Израхия и приносили в тот день большие жертвы и веселились потому что Бог дал им великую радость веселились и жены и дети и веселье Иерусалима далеко было слышно в тот же день представлены были люди к кладовым комнатам для приношения начатков и десятин чтобы собираться полей при городах части положенные законом для священников и левитов потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов которые совершали службу Богу своему и дела очищения и были певцами и привратники по установлению Давида и сына его Соломона ибо изданно во дни Давида и Асафа были установлены главы певцов и песни Богу хвалебные и благодарственные все израильтяне во дни Зарвабеля и во дни Неемии давали части певцам и привратникам на каждый день и отдавали святыни левитам а левиты отдавали святыни сынам Аарона глава 13 в тот день читана была из книги Моисеев «Слух народа» и найдено написанное в ней «Амонитянин и мавитянин не может войти в общество Божие во веки потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водой и наняли против него Валаама чтобы проклясть его но Бог наш обратил проклятие в благословение услышав этот закон они разделили все иноплеменные от Израиля а прежде того священники Ильяши в представленной комнатам в придоме Бога нашего близкий родственник Товии отделал для него большую комнату в которую прежде клали хлебное приношение ладан и сосуды и десятины хлеба вина и масло положенное законом для левитов певцов и привратников и приношения для священников когда все это происходило я не был в Иерусалиме потому что в 32 году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле которое сделал Ели Шаф отделив для Товии комнату во дворах Дома Божия тогда мне было весьма неприятно и я выбросил все домашние вещи Товиины вон из комнаты и сказал чтоб очистили комнаты и велел опять внести туда сосуды Дома Божия хлебное приношение и ладан еще узнал я что части левитам не отдаются и что левиты и певцы делавшие свое дело разбежались каждый на свое поле я сделал за это выговор начальствующим и сказал зачем оставлен нами Дом Божий и я собрал их и поставил их на место их и все иудеи стали приносить десятины хлеба вина и масла в кладовые и приставил я к кладовым шелемию священника и садока книжника и фидаю из левитов и при них ханана сына Закхура сына Матфании потому что они считались верными а на них возложено раздавать части братьям своим помни меня за это боже мой и не изгладь усердных дел моих которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем в те дни я увидел в иудеи что в субботу топчут точила возят снопы и навьючивают ослов вином виноградом смоквами и всяким грузом и отвозят субботний день в Иерусалим и я строго выговорил им в тот же день когда они продавали съестное и теряне жили в Иудее и привозили рыбу и всякие товары продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме и я сделал выговор знатнейшему из иудеев и сказал им зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний не так ли поступали отцы ваши и зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие а вы увеличиваете гнев его на Израиле оскверняя субботу после всего когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботой я велел запирать двери и сказал чтобы не отпирали их до утра после субботы и слух моих я ставил у ворот чтобы никакая ноша не проходила в день субботний и ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима два раз и два но я строго выговорил им и сказал им зачем вы ночуете возле стены если сделаете это в другой раз я наложу руку на вас с того времени они не приходили в субботу и сказал я левитам чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот дабы светить день субботний и из-за сии помяни меня Боже и пощади меня по великой милости твоей еще в те дни видел я иудеев которые взяли себе жен из азотянок амонитянок мавитянок и от того сыновья их в половину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски я сделал за это выговор и проклинал их и некоторых из мужей бил рвал у них волоса и заклинал их богом чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя не из-за них ли говорил я согрешил а соломон царь израилев у многих народов не было такого царя как он он был любим богом своим и бог поставил его царем над всеми израильтянами и однако же чужеземные жены ввели в грех и его и можно ли нам слышать о вас что вы делаете все сие великое зло грешите перед богом нашим принимая в сожительство чужеземных жен и сыновей и аиады сына великого священника Еляшива один был зятем санавалата хоронита я прогнал его от себя вспомни мне им боже мой что они опорочили священство и завет священческий и левитский так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов каждого в деле его и доставку дров в назначенные времена и начатки помяни меня боже мой во благо мне книга из фир первая глава и было во дни артарксерса этот артарксеркс царствовал над 127 областями от индии и до эфиопии в то время как царь артарксеркс сел на царский престол свой что в сузах городе престольном в третий год своего царствования он сделал пир для всех князей своих и для всех служащих при нем для главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней 180 дней по окончании сих дней сделан царь для народа своего находившегося в престольном городе сузах от большого до малого пир семидневный на садовом дворе дома царского белые бумажные и яхонтового цвета шерстяные ткани прикрепленные висонными и пурповыми снорами висели на серебряных кольцах и мраморных столбах золотые и серебряные ложи были на помосте с усланным камнями зеленого цвета и мрамором и перламутром и камнями черного цвета напитки подаваемые были в золотых сосудах и сосудах разнообразных ценою в 30 тысяч талантов и вина царского было множество по богатству царя питье шло чинно никто не принуждал потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его чтобы делали по воле каждого и царица Астинь сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксеркса седьмой день когда развелеселило сердце царя от вина он сказал Мегуману Бизве Харбоне Бикфе и Авакфе Зефару и Каркасу семи Емнухам служащим предлецом царя Артаксеркса чтобы они привели царицу Астинь предлецом царя в венце царском для того чтобы показать народам и князьям красоту ее потому что она была очень красива но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя объявленному через Емнухов и разгневался царь сильно и ярость его разгорелась в нем и сказал царемудрецам знающим прежние времена ибо дела царя делались пред всеми знающими закон и права приближенными же к нему тогда были Коршена Шефар Адмафа Фарсис Мерес Марсена Мимухан семь князей персидских и медийских которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве как поступить по закону с царицей Астинь за то что она не сделала по слову царя Артаксеркса объявленному через Емнухов и сказал Мимухан пред лицом царя и князей не пред царем одним виновата царица Астинь а пред всеми князьями и пред всеми народами которые по всем областям царя Артаксеркса потому что поступок царицы дойдет до всех жен и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь пред лицо свое а она не пошла теперь княгини персидские медийские которые услышат о поступке царицы будут тоже говорить всем князьям царя и пренебрежение и огорчение будет довольна если благоугодно царю пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы царские и медийские и не отменяется о том что Астинь не будет входить пред лицо царя Артаксеркса а царское достоинство ее царь передаст другой который лучше ее когда услышат о всем постановлении царя которое разойдется по всему царству его как оно невелико тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого и угодно было слово сие в глазах царя и князей и сделал царь по слову Мимухана и послал во все области царя письма писаные в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его чтобы всякий муж был господином в доме своем и чтобы это было объявлено каждому на природном языке его глава 2 после всего когда утих гнев царя Артаксеркса он вспомнил об Астине и о том что она сделала и что было определено о ней и сказали отроки царя служившие при нем пусть бы поискали царю молодых красивых девиц и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства которые собрали бы всех молодых девиц красивых видов в престольный город Сузы в дом жен под надзор гигая царского евнуха стража жен и пусть бы выдавали им притирание и делится которая понравится глазам царя пусть будет царицей вместо Астинь и угодно было слово это в глазах царя и он так и сделал был в Сузах в городе престольном один иудеянин имя его Мордахей сын Иаира сын Семея сын Киса из колена Вениаминова он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками выведенными с Иихонией царем иудейским которых переселил Новоходоносор царь Вавилонский и был он воспитателем Гадасы она же Исфирь дочери дяди его так как не было у нее ни отца ни матери девица эта была красиво станом и пригожей лицом и по смерти отца ее и матери ее Мордахей взял ее к себе вместо дочери когда объявлено было повеление царя и указ его и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гигая тогда взято было и Исфирь в царский дом под надзор Гигая стражи жен и понравилась эта девица глазам его и приобрела у него благоволение и он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на часть ее и приставить к ней семь девиц достойных быть при ней из дома царского и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома не сказывала Исфирь ни о народе своем ни о родстве своем потому что Мордахей дал ей приказание чтобы она не сказывала и всякий день Мордахей приходил ко двору женского дома чтобы наведываться о здоровье Исфири и о том что делается с нею когда наступило время каждой девицы входить к царю Артаксерксу после того как в течение 12 месяцев выполнено было над нею все определенное женщинам ибо столько времени продолжалось дни притирания их 6 месяцев мировым маслом и 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими тогда девица входила к царю чего бы она не потребовала ей давали для все для выходов из женского дома в дом царя вечером она входила и утром возвращалась в другой дом женский под надзор шаазгаза царского евнуха стража наложниц и уже не входила к царю разве только царь пожелал бы ее и она призывалась бы по имени когда настало время Исфири дочери Аминадава дяди Мардахея который взял ее к себе вместо дочери идти к царю тогда она не просила ничего кроме того о чем сказал ей Гигай евнух царский страж жен и приобрела Исфири расположение к себе в глазах всех видевших ее и взята была Исфири к царю Артаксерксу в царский дом его в десятом месяце то есть в месяце Тибефи в седьмой год своего царствования и полюбил царь Исфирь более всех жен и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц и возложил он царский венец на голову ее и сделал ее царицу на место остень и сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем пир ради Исфири и сделал льготу областям и раздал дары с царственной щедростью и когда во второй раз собраны были девицы и Мардахей сидел у ворот царских Исфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем как приказал ей Мардахей а слово Мардахей Исфирь выполняла и теперь так же как тогда когда была у него на воспитании в это время как Мардахей сидел у ворот царских два царских евнуха Гавафа и Фара оберегавшие порог озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса узнав о том Мардахей сообщил царице Исфири а Исфирь сказала царю от имени Мардахея дело было исследовано и найдено верным и их обоих повесили на дереве и было вписано в благодеяние Мардахея в книгу дневных записей царя глава 3 после всего возвеличил царь Артаксер Амана сына Амадафа в уге Янина и вознес его и поставил седалищего выше всех князей которые у него и все служащие при царе которые были у царских ворот кланились и падали ниц пред Амана ибо так приказал царь а Мардахей не кланялся и не падал ниц и говорили служащие при царе которые у царских ворот Мардахея зачем ты приступаешь по велению царское и как они говорили ему каждый день а он не слушал их то они донесли Аману чтобы посмотреть уставить ли в слове своем Мардахей ибо он сообщил им что он иудеянин и когда увидел Аман что Мардахей не кланяется и не падает ниц пред ним то исполнился гнева Аман и показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардахея но так как сказали ему из какого народа Мардахей то задумал Аман истребить всех иудеев которые были во всем царстве Артаксеркса как народ Мардахея в первый месяц который есть месяц Ниссан в 12-й год царя Артаксеркса бросали пур то есть жребий пред лицом Амана изо дня в день и из месяца в месяц и пол жребий на 12-й месяц то есть на месяц Адар и сказал Аман царю Артаксерксу есть один народ разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего и законы их отличны от законов и законов царя они не выполняют и царю не следует как оставлять их если царю благоугодно то пусть будет предписано истребить их и 10 тысяч талантов серебря я отвешу в руки приставников чтобы внести в казну царскую тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману сыну Амадафа вугиянину чтобы скрепить указ против иудеи и сказал царю Аману отдаю тебе это серебро и народ поступай с ним как тебе угодно и призваны были песцы царские в первый месяц в 13-й день его и написано было как приказал Аман к сатрапам царским и к начальствующим над каждую областью и к князьям у каждого народа в каждую область с письменами ее и к каждому народу на языке его все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено перстом царским и познаны были письмена через гонцов во все области царя чтобы убить погубить и истребить всех иудеев малого и старого детей и женщин в один день в 13-й день 12-го месяца то есть с месяца Адара и имение их разграбить список с указа отдать в каждую область как закон объявляемый для всех народов чтобы они были готовы к тому дню гонцы отправились быстро царским повелением объявлен был указ и в Сузах в престольном городе и царь и Аман сидели и пили а город Сузы был в смятении глава 4 когда Мардахей узнал все что делалось разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким и дошел до царских ворот так как нельзя было входить в царские ворота во вретище рано и во всякой области и месте куда только доходило повеление царя и указ его было большое сетывание у идеев и пост и плач и вопль вретище и пепел служили постелью для многих и пришли служанки из Ферии Евнухи ее рассказали и сильно встревожила царица и послала одежды чтобы Мардахей надел их и снял с себя вретище свое но он не принял тогда позвала ей с Ферии Гафаха одного из Евнуков царя которого он приставил к ней и послала его к Мардахею узнать что это и от чего это и пошел Гафах к Мардахею на городскую площадь которая перед царскими воротами и рассказал ему Мардахей обо всем что с ним случилось и об определенном числе серебра который обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев чтобы истребить их и вручил ему список с указа обнародованном в сузах об истреблении их чтобы показать ей с Ферии и дать ей знать обо всем притом наказывал ей чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой и пришел Гафах и пересказал ей с Ферии слова Мардахея и сказала ей с Ферии Гафаху и послала его сказать Мардахею все слушающие при царе и народы в областях царских знают что всякому и мужчине и женщине кто войдет к царю во внутренний двор не быв позван один суд смерть только тот кому прострет царь свой золотой скипетр останется жив а я незвана к царю вот уже 30 дней и пересказали Мардахею слова Есферии и сказал Мардахей в ответ Есферии не думай что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев если ты промолчишь в это время то свобода избавления придет для иудеев из другого места а ты и дом отца твоего погибнете и кто знает не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского и сказала Есферия в ответ Мардахею пойди собери всех иудеев находящихся в сузах и поститесь ради меня и не ешьте и не пейте три дня и ни днем ни ночью я со служанками моими буду также поститься и потом пойду к царю хотя это против закона и если погибнуть погибну и пошел Мардахей и сделал как приказала ему Есферия глава 5 на третий день Есферия оделась по царски и стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя царь же сидел тогда на царском престоле своем в царском доме прямо против входа в дом когда царь увидел царицу Есферия стоящую на дворе она нашла милость в глазах его и простер царь Есферия золотой скипетр который был в руке его и подошла Есферия и коснулась конца скипетра и сказала Есферия что тебе царица Есферия и какая просьба твоя даже до полуцарства будет дана тебе и сказала Есферия если царю благоугодно пусть придет царь с аманом сегодня на пир который я приготовила ему и сказал царь сходите скорее за аманом чтобы сделать послу в Есферии и пришел царь Саманом на пир который приготовила Есферия и сказал царь Есферия при питье вина какое желание твое оно будет удовлетворено и какая просьба твоя хотя бы до полуцарства она будет исполнена и отвечала Есферия и сказала вот мое желание и моя просьба если я нашла благоволение в очах царя если царю благоугодно Удовлетворить желание мое И исполнить просьбу мою То пусть царь с Аманом придет на пирь Который я приготовлю для них И завтра я исполню слово царя И вышел Аман в тот день веселый и благодушный Но тогда увидел Аман Мордахея у ворот царских И тот не встал с места Не тронулся пред ним Тогда исполнился Аман гневом на Мордахея Однако же скрепился Аман А когда пришел в дом свой То послал позвать друзей своих И Зириш жену свою И рассказывал им Аман О великом богатстве своем И о множестве сыновей своих И обо всем том Как возвеличил его царь Как вознес его над князьями и слугами царскими И сказал Аман Да и царица Исфир никого не позвала с царем на пир Который она приготовила кроме меня Так и на завтра я звон к ней с царем Но всего этого недовольно Для меня доколе я вижу Мордахея и Удеянина Сидящим у ворот царских И сказала ему Зириш Жена его и все друзья его Пусть приготовит дерево вышиною в пятьдесят локтей И утром скажи царю Чтобы повесили Мордахея на нем И тогда весело Иди на пир с царем И понравилось слово Аману И он приготовил дерево Глава шестая Поговорит о нем Что узнал деться которого царь хочет отличить почестью. Аман подумал в сердце своем, кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня. И сказал Аман царю, тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние на коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, И выведут его на коне, на городскую площадь, и провозгласят пред ним. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почести. И сказал царь Аману, тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мордахею и одеянином, сидящим у царских ворот. Ничего не опусти из всего, что ты говорил. И взял Аман одеяние и коня, и облег Мордахея, и вывел его на коне, на городскую площадь, и провозгласил пред ним. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И вот возвратился Мордахей к царским воротам, Аман же поспешил в дом свой печальный и, закрыв голову, и пересказал Аман Зереши жене своей и всем друзьям своим все, что случилось с ним. И сказали мудрецы его, а Зереш жена его, если из племени иудеев Мордахей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь перед ним. Они еще разговаривали с ним, как пришли слуги евнухи царя, и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Исфирь. Глава 7. И пришли царь с Аманом пировать у Исфири царицы. И сказал царь Исфири также и в этот второй день во время пира, какое желание твоя царица Исфирь, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства, она будет исполнена. И отвечала царица Исфирь и сказала, «Если я нашла благоволеневый чар, творец царь, и если царю благоугодно, то да будет дарована мне жизнь моя, по желанию моему и народ мой, по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя врать не вознаградил бы ущерба царя». И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Исфири, «Кто это такой и где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» И сказал Исфирь, «Враг и неприятель, этот зломный Аман». И Аман затрепетал пред царем и царицею. И царь встал во гневе своем в спиро и пошел в сад при дворце. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Исфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. «Когда царь возвратился из сада при дворце в доме пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Исфирь. И сказал царь, «Даже и насиловать царицу хочет дом не у меня!» Слово вышло из уст царя, и накрыли лицо Аману. И сказал Харбона, один из ебнухов при царе, «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мордахея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана вышиной в пятьдесят локтей». И сказал царь, «Повесьте его на нем». И повесили Амана на дерево, которое он приготовил для Мордахея, и гнев царя утих. Глава восьмая. В тот день царь Эртаксер дал царице Есфири дом Амана, врага Иудеев. А Мордахей вошел пред лицо царя, ибо Есфирь объявила, что он для нее. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мордахею. Есфирь же поставила Мордахея смотрителем над домом Амана. И продолжала Есфирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана, вагиянина, и замысел его, который он замысел против иудеев. И просер царь к Есфири золотой скиптер, и поднялась Есфирь, и стала лицом царя. И сказала, если царю благоугодно, и если я нашла благоволение пред лицом его, и справедливо делась я пред лицом царя, и нравлюсь я очам его, то пусть бы было написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа, вагиянина, писанные им об истреблении иудеев во всех областях царя. Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих? И сказал царь Эртоксерц, царице Есфири и Мордахею иудеянину. Вот я дом Амана отдал Есфири, и его самого повесил на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев. «Напишите и вы об иудеях, что вам угодно от имени царя, и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного от имени царя, и скрепленного перстнем царским, нельзя изменить». И позваны были тогда царские песцы в месяц Сиван, в 23 день его, и написано было все так, как приказал Мордахей к иудеям, иксатрапам, и областеначальникам, и правителям областей от Индии до Эфиопии. 127 областей в каждую область письменами ее, и к каждому народу на языке его, и к иудеям письменами их, и на языке их. И написал он от имени царя Артаксеркса, и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на драмадерах и мулах царских, о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех остальных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить. В один день по всем областям царя Артаксеркса, в 13 день 12 месяца, то есть месяца Адара, список всего указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы иудеи готовы были к тому дню мстить врагам своим. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно к царским повелениям. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. И Мордахий вышел от царя в царском одеянии, яхонтово и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии весонной и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался. А у иудеев было тогда освящение и радость и веселье и торжество. И во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями. Глава 9. 12 месяц, то есть месяца Адар, 13 день его, в который пришло время исполниться повелению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими. Собрались иудеи в городах своих, по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руку на зложелателей своих. И никто не мог устоять перед лицом их, потому что страх перед ними напал на все народы. И все князья в областях, и сатрапы, и областеначальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед мордахием. Ибо велик был мордахиев в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек мордахи поднимался выше и выше. И избавили иудеи всех, избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умрешляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. Сузы в городе престолем умретвили иудеи и погубили 500 человек. И Паршандафу, и Далфона, и Асфафу, и Парафу, и Адалью, и Эридафу, и Пармашфу, и Айрисая, и Эридая, и Ваизафу, десятерых сыновей Амана, сына Амадафа, врага иудеев, умертвили они, а на грабеж не простерли руки своей. В тот же день донесли царю о числе умершленных сузах в престольном городе. И сказал царь царите Исфири, в сузах в городе престольном умертвили иудеи и погубили 500 человек и десятерых сыновей Амана. Что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твое? И оно будет удовлетворено. И какая же просьба твоя? Она будет исполнена. И сказал Исфирь, если царю благоугодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в сузах делают то же и завтра, что сегодня и десятерых сыновей Амановых пусть бы повесили на дереве. И приказал царь сделать так, и дан на это указ в сузах, и десятерых сыновей Амановых повесили. И собрались иудеи, которые в сузах, так же и в 14 день месяца Адара, и умертвили в сузах 300 человек, а на грабеж не простерли руки своей. И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих. И умертвили из неприятелей своих 75 тысяч, а на грабеж не простерли руки своей. Это было в 13 день месяца Адара. А в 14 день сего же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Иудеи же, которые в сузах, собирались в 13 день его и в 14 день его, а в 15 день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Поэтому иудеи сельские, живущие в селениях открытых, проводят 14 день месяца Адара в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг к другу. И описал Мрадахе эти происшествия и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксерса, близким и к дальним, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14 дня месяца Адара и 15 дня его. Так, как таких дней, в которые иудеи сделали спокойны от врагов своих, и как такого месяца, в которые превратились у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяния бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мрадахе написал к ним. Как Аман, сын Амадафа, вугиянин, враг всех иудеев, думал погубить иудеев, и бросал Пур, жребий, о истреблении и погублении их. И как Исфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Амана, который он задумал на иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. Потому и назвали эти дни Пурим от имени Пур. Поэтому, согласно со всеми словами сего письма, и с тем, что сами видели, и до чего доходило у них, постановили иудеи, и приняли на себя, и на детей своих, и на всех присоединившихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них, и в свое для них время каждый год. И чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе, и чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Написала также царица Исфирь дочь Абихаила и Мордахей Иудеянин со всей настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем иудеям в 127 областей царства Артаксерсова со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какой установил о них Мордахей Иудеянин и царица Исфирь, и как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни посещения и вопли. Так повеление Исфири подтвердило это слово о Пуриме, и оно вписано в книгу. Глава 10. Книга Иева, первая глава. Был человек в земле Уц, имя его Иев, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него семь сыновей и три дочери. Имения у него было много, семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот порвалов и пятьсот ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитнее всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме, в свой день, и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иев посылал за ними и освещал их. И, вставая рано утром, возносился сожжение по числу всех их. Ибо говорил Иев, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иев во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, Я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иева? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, Разве даром богобоязнен Иев? Не ты ли кругом оградил его и дом его? И все, что у него, дело рук его ты благословил. И стыда его распространяется по земле. Но простей руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твои. И отошел сатана от лица Господня. И был день, когда сыновья его и дочери его ели, и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Киеву и говорит, Волы орали, и ослицы паслись подлини, как напали совьяни, и взяли их, А отроков поразили острием меча. Испансе только я один, чтобы взвестить тебе. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, Огонь божий упал с неба, и опалил овец и отроков, и пожрал их. Испансе только я один, чтобы взвестить тебе. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, А отроков поразили острием меча. Испансе только я один, чтобы взвестить тебе. Еще этот говорил, приходит другой и сказывает, Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, И дом упал на отроков, и они умерли. Испансе только я один, чтобы взвестить тебе. Тогда Иев встал и разодрал верхнюю одежду свою, Остриг голову свою и пал на землю, и поклонился, и сказал, Нагия вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иев и не произнес ничего неразумного о Боге. Глава вторая. Был день, когда пришли сыны Божии представить пред Господа, Между ними пришел и сатана представить пред Господа. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу, и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание на раба моего Иева? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, Богобоязненный, удаляющийся от зла, И доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иева, проказывая лютую, от подошвы ноги его, по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности своей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иев устами своими. И услышали трое друзей Иева о всех этих несчастьях, постигшихся его. И пришли каждый из своего места. Елифас Феванитянин, Вилда Цевхиянин и Сафар Наамитянин. И сошлись, чтобы идти вместе, советовать с ним и утешить его. И поднял глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали. И разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Глава третья. После того открыл Иев уста свои и прокрыл день свой. И начал Иев и сказал, погибни день, в который я родился, и ночь, в которую, сказали, зачался человек. День тут да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не высияет над ним свет. Да омрачит его тьма и день смертная, да обложит его туча, Да страшатся его, как палящего зноя. Ночь та, да обладает ею мрак, да не сочтена она в днях года, да не войдет в число месяцев. О, ночь та, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье. Да проклянут ее проклинающие день, способные разбудить Левиафана. Да померкнут звезды рассвета ее, пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц деньницы. За то, что не затворила дверей чрева матери моей, и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева. Зачем приняли меня колено, зачем было мне сосать сосцы. Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно. С царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни. Или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли дома свои серебром. Или как выкидыш, с закрытой я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малый и великим там равны, и раб свободен от господина своего. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, Которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад. Обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком. Вздухи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет ни мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье. Глава 4 отвечал Елифас Фимонитянин и сказал, Если попытаемся мы сказать тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слову? Вот ты наставлял многих, и опустившиеся руки поддерживал. Падающего выставляли слова твои, и гнущиеся колено ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ты из немог, коснулась тебя, и ты упал духом. Богобоязненность твоя не должна ли быть твоею надеждою, и непорочность пути твоих упованием твоим. Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы. Как я видал, то оравшее нечестие и сеявшее зло пожинают его. От дуновения Божия погибают, и от духа гнева его исчезают. Рев льва и голос рыкающего молкает, и зубы с кимнов сокрушаются. Могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются. И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нежто от него. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои. И дух прошел надо мною, дыбом встали волоса на мне. Он встал, но я не распознал вида его. Только облик был перед глазами моими, тихое вение, и я слышу голос. Человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего? Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих хроминах избрения, которых основание прах, которые истребляют скорее моли. Между утром и вечером они распадаются. Не увидишь, как они все исчезнут. Не погибают ли с ними и достоинства их? Не умирают ли они, не умирают недостигшие мудрости? Глава пятая. Взывай, если есть отвечающий тебе, и к кому из святых обратишься ты? Так глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность. Видел я, как глупец укореняется, и тотчас проклял дом его. Дети его далеки от счастья, их будут бить в ворот, и не будет заступника. Жатву его съест голодный, и из-за терна возьмет ее, и жаджущие поглотят имущество его. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда. Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мою Богу, который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа, дает дождь на лицо земли и посылает воды на лицо полей. Униженных поставляет на высоту, и сетующие возносятся во спасение. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным. Днем они встречают тьму, и в полдень ходят, ощупью как ночью. Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного. И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои. Блажен человек, которым разумляет Бог, и которому наказание вседержителя, и поэтому наказание вседержителя не отвергай. Ибо он причиняет раны, и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебе зло. Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне от руки меча. От бича языка укроешь себя, и не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься. Ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. И узнаешь, что шатер твоей безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь. И увидишь, что семя твое многочислено, и отрасли твои, как трава на земле. Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. Вот что мы дознали, так оно и есть. Выслушай это, и заметь для себя. Ну вот, друзья, тот отрезок времени, который был уделен сегодня для нашего библейского марафона, закончился. Но не переживайте, потому что у нас есть надежда на то, что мы завтра снова соберемся здесь, и будем продолжать читать Слово Божие. Ну а на сегодня мы говорим вам пока. С Богом. С Богом.